54-летний житель Рязани, бывший полицейский, а до недавнего времени сотрудник частного охранного предприятия, приехал к матери в Соколовку. Это был обычный выходной, в который он решил выпить и помочь ей по хозяйству. Стал ей предъявлять претензии по поводу того, что она якобы хотела подарить свой дом соседке. При этом попросил у нее предоставить ему документы, оправив собственность на данное имущество. Последняя найти их не смогла, в связи с чем он на нее разозлившись, стал причинять ей телесные повреждения. Мужчина начал избивать мать, наносил ей удары по голове и телу. Сколько раз тебе было говорить, что надо этот документ, это сережный документ. Я ее отсюда ударил, вот так вот. Женщина через некоторое время скончалась от полученных повреждений. Мужчина, поняв, что произошло, вызвал скорую и полицию. Сначала рассказал следователям, что пришел в дом, а мама уже лежала без признаков жизни. Но собранные доказательства заставили его признаться в содеянном. Как поясняет нам обвиняемый, что алкоголь повлиял на него, стал себя не контролировать. Вспышка агрессии, по сути, ничем не обоснованная. И не менее 10 ударов нанес. То есть ее шансов не было практически, да? Да, умерла она от причин смерти и является закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина полностью признал свою вину. Сотрудничал со следствием. Согласился на проверку показаний на месте преступления. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет СИЗО до 20 июля. По статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы». Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...